Ребята, всем привет! Сегодня поговорим о необычном смартфоне, а именно о Blackview BV5000. Постараюсь сделать обзоры более емкими по времени, так как и сам начал замечать, вы уже пишете, что слишком длинные ролики я публикую. Итак, не будем терять время и приступим. BV5000, водостойкий, пылезащищенный, противоударный и так далее, и так далее. Именно так представляет нам его производитель Blackview. Но главная его особенность, это, конечно же, объем его батареи, который составляет 5000 мАч. Телефон доступен в трех цветах. Черный, как у меня, есть такой зеленый камуфлированный и оранжевый цвет. Размер его составляет 150 мм на 78 мм. Вот, уже сработало управление жестами на 78 мм и толщина 13,5 мм. Не тоненький, должен вам сказать. На лицевой панели сверху у нас находится разговорный динамик, потом датчик освещения и фронтальная камера. Снизу три сенсорные кнопочки с подсветкой. Это я сейчас вам продемонстрирую. Вот, работает подсветочка. Под кнопками у нас находится разговорный динамик. На задней крышке расположилась у нас основная камера, вспышка, логотипчик Blackview и такая широкая агрессивная решетка под внешний динамик. Здесь же у нас отверстие для болтиков, которые закручиваются, чтобы телефон был действительно герметичный и водонепроницаемый. С правой стороны у нас находится всего лишь одна кнопочка разблокировки, что в принципе несколько необычно. А вот качельку регулировки громкости решили перенести на левую боковину корпуса. Нижний торец у нас пустой, а на верхнем под заглушками у нас скрытый разъем под наушники и, соответственно, microUSB здесь же. Все эти разъемы закрыты резиновыми заглушками, опять же, для герметичности и чтобы не попадала вода. Как я говорил в распаковке, я не думаю, что если бросить его в воду, он не наберется воды и будет работать. Это у меня есть сомнения, но, тем не менее, я не проверял. Проверять тоже у меня желания нет. Но, тем не менее, он влагозащищенный, он не водозащищенный, то есть под воду его бросать, естественно, и плавать с ним вы не будете. Вот. Практически весь корпус у нас выполнен из пластика, за исключением металлических ставок с левой стороны, с правой стороны. Соответственно, кнопочки у нас тоже металлические. Вот. Телефон довольно тяжелый, и это из-за его встроенного литий-полимерного аккумулятора на 5000 мАч. С такой батареей вы сможете себе позволить как минимум 7 часов разговора, 17 часов проигрывания музыки и около 8 часов просмотра видео в HD формате. Все эти данные я взял с сайта производителя, но, честно говоря, у меня нет сомнений и нет каких-то оснований им не доверять, учитывая, что за все время тестирования, которое у меня было, я его заряжал всего один раз. И то, заряжал для того, чтобы проверить в Antutu тест батареи. Сейчас вы, кстати, увидите результаты на экране. Не знаю, говорят вам что-то эти цифры или нет, как, собственно, и мне. Но наш испытуемый расположился на первом месте. Это уже хороший показатель. Также имеется еще одно интересное решение в данном устройстве, а именно возможность подзаряжать другой телефон, используя просто OTG кабель по типу пауэрбанка. Мир вы, конечно, с этой функцией не спасете, но в некоторых моментах можете кого-то очень и очень выручить. Но имея такую батарею, вам, конечно же, будет интересно, сколько времени уходит на зарядку. Вот по моему замеру, а родной зарядкой я его заряжал, телефон заряжался почти 3,5 часа. Это, конечно, много, но тут уж ничего не поделать, нужно за что-то платить. Теперь переходим к технической части телефончика. Ну, скажем сначала про экран. Здесь у нас используется IPS-экран 5-дюймовый с HD-разрешением 1280х720, плотность пикселя 403ppi. И, кстати, используется технология 2.5D, которая должна добавить реалистичности в изображении и, конечно же, сгладить края нашего телефончика с корпусом, вернее, экрана с корпусом. 6-тичетырехбидный процессор от MTK Mediatek 6735 на четырех ядрах. И за график у нас отвечает Mali-T720. 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренний накопитель с возможностью расширения до 32 ГБ. Основная камера у нас 8 Мп и фронтальная 2 Мп. Стандарты связи 2G, 3G, 4G, конечно же, работают. И поддерживается работа двух сим-карт. Как они расположились под крышкой, вы можете посмотреть в распаковке, зайдя в раздел «Мои видео». Из датчиков здесь присутствует только датчик освещения, датчик приближения и акселерометр. Работает телефон под управлением Android 5.1, как вы видите. Ну вот, собственно, и всё. Более подробные тесты и примеры съёмки, скажем, камеры, как обычно, будут в этом же ролике. Мне остаётся сделать лишь небольшой вывод, который я никому, конечно же, не навязываю. Скажем так, элегантности в этом телефоне уж точно не найдёте. Он грубый, он квадратный, он тяжёлый. Это, наверное, я отнесу, пожалуй, к его минусам. Но если вас это не пугает, то тогда поехали по плюсам. Батарея, конечно же, само собой, это батарея. Довольно неплохое производительное железо, согласитесь. Всё-таки 2 ГБ оперативный, 16 и так далее, как я уже рассказал. Сравнительно неплохая камера. Опять же, подчёркиваю, сравнительно неплохая для этого телефона. С использованием интересное решение 2.5D-экрана. Bluetooth 4.0, GPS, это то, о чём я не сказал сразу. Функция Powerbank, управление жестами, вот, например. Вот так вот. Ну и так далее. Как видите, плюсов очень много, но каждый для себя выделит, конечно, главный из них. Смартфон интересный, но специфический. Не каждый купит себе такой телефончик, так как он направлен, ну, скажем, на свою отдельную категорию пользователей. Вот и всё. Вот это моё мнение. Теперь тесты и примеры фото. Понравилось видео, тогда жмите подписаться на канал и ставьте, конечно же, пальцы вверх. И да, ссылка на телефон, конечно же, в описании под видео. Пока, поехали смотреть тесты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и смотрите, цветопередача против солнца.